МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витает служба информации, телерадуя компания Гомель. У студии працует Наталья Игнатенко. Глядите у этого выпуском. Весна не за горами, в область рыхтуется до нового посевного сезона. В учене у Мазыры, по легенде, на предприемстве «Мазырские молочные продукты» отбылась разгерметизация обстреливания с выкидом аммияку. Моцная духом в нашем регионе обмерковывается идея створения бойной сетки громадских объединений людей с инвалидностью. А зараз об этом и иншем больше подробязна. Максимные изменения в питаниях призыва в армию руководитель государства обмерковал сегодня с постоянными членами Совета безопасности. Демографичная яма 90-х зараз стала причиной дефициту призывных ресурсов. И по прогнозах Минобороны ситуация якосно не изменится до 2025 года. Александр Лукашенко отзначил, некоторые меры в связи с этим уже приняты. Летость отменили от терминовки для широкого категории у темлику прокурорским работникам и судмедэкспертам. Президент так само выказал свое меркование и на конт контрактной службы. Мы не раздували эту проблему никогда. В этом не было никакой необходимости. Мы не делали это так, как делали наши бывшие республики Советского Союза, в том числе Россия. Вопрос не стоит так. Контрактная армия или же армия, основанная на призыве срочников. Мы спокойно, без напряга заменили всех военнослужащих срочной службы на контрактников там, где это нужно. Этот процесс продолжается до сих пор. Я считаю, жизнь показала, и она еще покажет, где нам надо использовать людей постоянного состава, контрактников. А где-то должны служить наши срочники, военнослужащие срочной службы. Кераунник державы поведомил, что УРАД подрихтовал проект документа по изменениях в пытаниях призыва у армию. Плануется так само увести меры по повышению отказности за ухиление от службы, а с другого боку – затекавленности белорусов у выкананни воинского обовязка. Сегодня на посаджении Гомельского обловы Канкама звернулися до ситуации у агропромысловым комплексе. Основную увагу надали подрихтовцы сельско-господарчей техники и выникам работы живо-лагодовчей Галины. Загоченной информацией ознайомился Олег Сенсеров. Постану на 20-го лютого готовность тракторов на Гомельске складала 82%, энергонасыщенных 73%. Такой же была и готовность агрегата у призначенных для опросовки Глеба. Это меньше, чем предупреждывалось первопочатковыми планами. С этой нагоды на пятницу призначена областная селекторная нарада, головная увага, на которую будет звернута, миновито на стан сельско-господарчей техники. У акционерном товаристве Гомель Абл Агросервис сегодня ремонтует усилю линейку сельско-господарчей техники, якую вырабляюсь на Гомсельмашей и Минском тракторном, плюс ремонт насыщенных электроникой импортных руховиков практически у всех истинующих моделей. Привезти их в належный стан у работных майстерних сельско-господарчих организаций немогчима. Для этого потребуется специальное паталевание и стенды. Инша справа, что в господарках не за счету есть необходные для различных сродки, в связи с чем на Гомель Абл Агросервисе готовы разглядать разные варианты. Да, действительно, мы в качестве расчета принимаем любые формы. Учитывая ситуацию, в которой находятся сельхозпроизводители, естественно, мы идем навстречу. Это, конечно, не совсем удобно, но вместе с тем, это все-таки толчок к тому, чтобы ремонт производился, ремонт шел и чтобы он завершился вовремя. Готовность сельско-господарчей техники, залог проведения полевых работ, оптимальные термины и, как выник, отрывание больше высоких урожаев с великим проблем, которые возникли минулым летом в связи с несприятным надворем, все это у структуру пассивных площадей унесли коррективы. Планируется увеличение пассивных площадей кукурузы на зерно до 113 тысяч гектаров, ну, если в сравнении с прошлым годом, было около 60, поэтому практически в два раза увеличиваем в структуре пассивных площадей кукурузы на зерно. В том числе и за счет распашки неиспользуемых земель, за счет уменьшения в структуре пассивных площадей и яровых культур. Разом с тем, и тут еще есть проблемы, которые необходимо терминово вырошать. Подчас поседжения Абруканкама называются районы, где нема необходимых объемов уносения сборжевых и зернебобовых культур. Утымлику – Калинкельске, Октябрьске, Реческе. А прочатаго первый месяц Нового года выявил наявность проблем у живелых годовли, что привело до снижения практически всех основных показчиков в этой сфере. Отсюда и потребование для всех районов больше увази надавать захованию технологии утримания и увеличению поголовья громадского остатка. Адик Сентяров, Валерий Капанько, телерадио «Компания Гомель». Фестивали, концерты, конкурсы, творчые форумы. Амаль 140 тысяч мероприемств у сферы культуры пройшло летось у регионе. Об самых знаковых подеях минулого года, досягненнях галіны, складанностях и шляхах вырошения поставленных задач, а так само об планах на 2019-й ишла размова на посадженні коллеги Головного управления идеологичной работы, культуры и по справах молоди Гомельского Аблова-Канкама. Сюжет Марины Джалай. Гомельщин не соправдаюшим гонориться. На стендах не просто фотоздымки и справоздачи. Это работа инициативных, неординарных, зацекавленных своей працей людей. Это выник того, что наш регион богаты на яркие подеи, на мероприемства, яких больше нигде не убачишь. Экспозиция самых отметных сторон культурного жития Гомельщины разместилась у фойе колледжа Мастаттва и Мяса Каловского. У каждого района свой стенд с фото с дымками, яке разповедают про самые цикавые подеи, про то, что наш край мае каштонную культурную спадшину, якую заховываюць и промножаюць. Перед початком коллеги с выставой знайомець высоких гостей. В 2018-й принес нашему региону шмат узнагород, талент из разных кутков Гомельщины прославляли свою родиму на шматликих республиканских и международных конкурсах. Шарах масштабных творчих форумов прайшоу и на нашей земле. Так, на высоком узровне летость провели международные фестивали Клич Палеся, Сожский Карагод, Мойся Брабаян, Традиционную Сустрешу Молоди Дружба 2018, Республиканский фестиваль фольклорного мастерства Берагиня. Это соправдные культурные бренды Гомельщины. Подчас коллегии с красной темой гучить напомином об тем, что сфера культуры – гэта люди. В регионе деняча каля 200 организаций культуры. Коллективы кожной из них подрихтовали и провели широкую программу мероприемств, леет мотивам, яких стал год малорадимым. Масштабная работа установ культуры была высоко оценена на узровне Министерства культуры. Экспертная комиссия анализовала культурную деятельность в регионе по разных параметрах. От выполнения показчиков галиновых державных программ деятельности по охове объектов историко-культурной спадщины для реализации инновационных проектов. Гомельские облвыконкам по выниках республиканского конкурса признаны лепшим выконавчим комитетом областного территориального узровня по реализации державно-культурной политики. У номинации «Лепший областный центр» конкурсу «Город культуры» перемогу присудили у Гомелю. Безусловно, каждый район отличается друг от друга, у каждого сильные стороны. Но говорить о достижениях Гомельской области, мне кажется, даже не стоит искать дополнительные слова. В этом году Гомельский облсполком по итогам республиканского конкурса на лучшую практику по реализации политики в сфере культуры стал победителем. То есть вот этот результат, это показатель на всю страну. Показатель то, что системно проводятся меры, то есть реализуется политика и культура области благодаря в том числе и кадровым сотрудникам достаточно хорошо на уровне всей республики. Вы лучшие по итогам 18-го. Али темы для меркования на коллеги тычились и не только организации проведения мероприемств и просуджения узнагород. Особную увагу надали проблемным моментам. Например, треба забеспечивать рост заработной платы работнику сферы культуры. А многие библиотеки не имеют компьютерных обсталеваний, что недопущально учась развития личбовых технологий. Так само треба поширить интернет-аудиторию сродков массовой информации. Что утычется медиа просторы, то еще один акцент на необходности активных осветления важных исторических подей, якими будет насыщенный 2019 год. Утым лику мероприемства по святкованию 25-ти годе Конституции Республики Беларусь, политичных кампаний и 75-ти годе вызволения Беларуси от фашистских захопников. Марина Джала, Валерия Хапанько, Тель Радо и компания Гомель. Республиканская акция «Один и день безпеки» прошла на предприемстве «Мазырские молочные продукты». Выратовальники отпрацевали день при надзвычайной ситуации на потенциально небеспечном объекте. По легенде, на предприемстве отбылась разгерметизация обсталевания на компрессорной станции и, как выник, выкида мияку. Супрацовники завода спрацевали оперативно. Информацию об умной надзвычайной ситуации неоткладно передали у службы экстренного реагования. До приезда профессионалов самостоянно организовали эвакуацию персоналу и обесточевание объекта. Члены санитарной дружины оказали первую медицинскую допомогу умовно потерпелым. Уличанные хвилины на место прибыли супрацовники МНС, работники газовой службы и медики. В плане деяния разведка места аварии, установление межа в зоны заражения и принятие мер по ликвидации течи. Умовную надзвычайную ситуацию ликвидовали в короткий термин. Головное и огульное для всех мета минимизовать наступство. Сегодня в рамках единого дня безопасности, который проводится в нашей стране с 20 по 1 марта, проводилось комплексное учение на данном предприятии. Целью этих учений было посмотреть взаимодействие всех структурных подразделений как самого предприятия, так и всех служб экстренных городов Мозыря. Мероприемства, промеркованные до 1 дня безопасности, протягнутся по всей краине до 1 сакавика. Буйная сетка громадских объединений у людей с инвалидностью может быть створена в нашем регионе. Об этом поведомили на пресс-конференции в Гомеле. Под час встречи презентовали выники проекта международной техничной допомоги, який реализовали умежих программы территориального супрацовництва помеж краинами исходного партнерства Беларусь-Украина. Наши корреспонденты с подробностями. Проект умоцывания международных контактов помеж организациями инвалидов Украины и Беларуси для суместных решений по интеграции людей с инвалидностью в спорт и туризм профинансовал Евросоюз. координовало работу немецкого товариства по международным супрацовництвей ГИС. А до Украины удельниками были инвалиды с Житомирской области. Идею тем, как зацекавить людей с инвалидностью вести здоровы от життя и займаться спортом. За 9 месяцев удельниками проекта стали свыше 300 человек, причем с разными порушениями слыху, взроку, опорно-рухального аппарату. Достаточно большой проект. Это первый наш совместный опыт реализации проектов такого уровня и именно реализации в партнерстве в данном случае с украинскими общественными организациями инвалидов. И очень важно то, что сам проект, точнее его реализация давала возможность укрепить межведомственные отношения у нас здесь в республике как с государственными структурами, так и между общественными объединения инвалидов. И именно направлен этот проект был на создание условий здорового образа жизни для людей с инвалидностью. Кап долучить людей с обмежеванными махчимостями до занятка спортом, с початку створили клуб «Разом мы можем усе». А для знаемства с житомирскими удельниками проводили международные споборниства. Например, организовали 30 сплавов на байдарках по Радце Уборць и стольки выездов на квадроциклах. Створили множество спортивных секций по танцах на колясках баскетболе, армрестлингу, легкой атлетице, плаванне, настольном теннисе. Проводили майстер-классы по народных храмествах, встречи с психологами, чемпионаты по паралимпийских видах спорту у Гомеля и Житомиры. Опыт абсолютно новый. Мы ничего подобного раньше не делали, поэтому это было очень интересно в плане как. Я думаю, что и белорусские наши партнеры ничего подобного не делали. Был вопрос. Я думаю, в принципе, и задача проекта была посмотреть, как это будет и как это все будет реализовываться. На сегодняшний день проект заканчивается, буквально осталось пару дней, и я считаю, что в принципе все цели достигнуты. На самом деле очень крутой, классный проект получился. Мы получили практически, ну не практически, а все то, чего мы хотели. Очень много людей подружилось, очень много людей общаются, и в принципе тот эффект трансграничного взаимодействия, он достигнут на сегодняшний день. Настолько цикавым и грунтовным оказался проект, что самое важное питание, которое улучшилось во время пресс-конференции, о дальнейших перспективах распочатой работы. Есть все подставы мерковать, что ее натримает протяг и еще большая колькасть инвалидов с обмежеванными махчимостями перетворится у людей с новыми махчимостями. Марина Джалая, Евгения Кухаронок, Кихар Марышченко, телерадио компания «Гомель». Другого и третьего саковика премьеру комедии «Французская вечера» представить Гомельский областный драматичный театр. Постановка примеркована до международного жаночного дня. Глядачы убачивают, как семейное життя французской пары перетворается у клубок зынтрых прытворства и здрат. В основе спектакля одна из самых поспяховых пьес знакомитого комедиографа Марка Камалетти «Пижама на шестерых». В першиню она была поставлена у Парижа 900 показов. После этого ее переклали на другие мовы. Гомельскую постановку рыхтует мастацкий керавник Черниговского областного академичного украинского музично-драматичного театра имя Тараса Шаученки Андрей Бакиров. Мы уже давно вынашивали план о создании такого совместного творческого проекта, когда бы один и тот же спектакль шел на сцене Гомельского театра и Черниговского. Эта пьеса у нас живет уже много лет на нашей сцене. И вот как бы мы пришли к такому обоюдно согласному решению, что все-таки мы сделаем своеобразную копию гомельской спектакль для того, чтобы через какое-то время проката актеры из Чернигова приехали и могли играть в гомельском спектакле, а часть актеров из Гомеля приехала бы в Чернигов. Шершеляфам у Палацу Румянцевых и Паскевича открылась выстава антикварной мебли и жанодших аксессуаров 19-20-го стаходзев. Экспонаты для ЕЕ продоставил гомельский коллекционер Сергей Пуцілин. У минулые часы покои для дамы пригожывали дорогие мебли, позолоченные люстырки, габелены и фарфоровые статуэтки. Свои уборы дамы дополняли ажурными каунериками, сумочками, веерами и парасонами. Выставочные залы палацы подделили на тематичные зоны, присвеченные розным сферам життя жанчин. У будуарах дамы прихорошивались, у кабинетах писали листы и читали, у гостинных рукодельничали и гуляли с детьми. Сирот звыклых предметов у представленной экспозиции можно знасти достатково редкие. Например, щипцы для растяжки лайковых пальчаток и фотоальбом с музычным механизмом. Доведаться, какие аксессуары выкорыстовывали жанчины для створения своих вобразов и какие речи окружали светских и львиц минулых стаходзев можно до 19 мая. На этом тыдне у Беларуси будет перевожать неустойливое надворье с повышенным температурным фоном. Однако на выходных чекается короткочасовое похолодание. До нас придет холодное поветро по ночным широт. В ближайшие сутки в регионе будет каля нуля и без опадков. В четвер 28 лютого в особных районах пройдут короткочасовые дожди. Температура поветра у ночи складе каля нуля в день до плюс 5. В пятницу первого соковика умовы надворье будут вызначать атмосферные фронты, за якими на территорию Украины почне поступать больше холодное поветро. Местами пройдет мокрый снег, дискомфорту дадасть порывистый ветер. На особных участках дорог чекается гололюдица. Температура поветра у ночи складе до плюс 3 градусов у день каля нуля. На выходных будзе ясно и без опадков. У ночь на субботу слубки термометров опустятся до минус 7. У день покажутся д нуля до двух морозу. У неделю чекается до 5 ниже за нуль у ночи и до 3 тепла у день. Гэты, а так сама иншая новины вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvergomil.by На гэтым выпуск завершен плен на гавам вечера и до новых сустречу эфиры. Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто в студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. В центре внимания этого выпуска обстановка на дорогах региона. За сутки там госавтоинспекторами зарегистрировано около трех десятков аварий. Не обошлось без пострадавших. Подобное ДТП произошло накануне в Будокошелевском районе на автодороге М5 Минск-Гомель. Виновник происшествия 37-летний бесправник на мотоцикле. При совершении поворота не справился с управлением и совершил наезд на стойку дорожного знака, после чего водитель с травмами был доставлен в больницу. По данному факту проводится проверка. Отметим, что несмотря на то, что мотосезон еще не открыт, данное ДТП не первое. Совсем недавно в Лерическом районе нетрезвый мотоциклист сбил пешехода и скрылся с места происшествия. Пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение местной больницы. Более 1200 рублей штраф, а именно столько может грозить рыбаку-нелегалу из Житковичского района. В его доме было обнаружено километров сетей. Месяц назад мужчина уже попадал в поле зрения госинспекторов охраны животного и растительного мира. Он был задержан на озере Червоном за попытку лова рыбы сетями. Тогда были обнаружены пять сетей и браконьерская торпеда, с помощью которой рыбаки собирались установить сети. В госинспекции напоминают, что накануне весеннего нереста вылов рыбы сетями наносит наибольший ущерб ее воспроизводству. Противоугонная лавочка в Гомеле пьяный мужчина попытался уехать на чужой машине, но врезался в скамейку во дворе. На вызов от ДТП приехали сотрудники ГАИ. Однако, как выяснилось, владелец авто в это время был дома и никуда не выезжал. После проведенной проверки милиционеры установили виновника аварии, а заодно и угона. Им оказался неработающий, ранее судимый за хранение наркотиков гомельчанин. В момент совершения преступления 25-летний парень был пьян, вину признал, но свой поступок объяснить не смог. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Футбольный клуб Гомель подписал новичкам. Ряды зелено-белых пополнил российский нападающий Бенни Юнаев. Соглашение с 22-летним футболистом рассчитано до конца сезона. Юнаев выступал за молодежную команду Макаби из Хайфы, а также Зенит 2 из Санкт-Петербурга. Последним клубом в карьере Бенни Юнаева была литовская Паланга. Гомельские боксеры завоевали награды на международных турнирах в Кыргызстанском Бишкеке и Молдавских Бричанах. В столице Кыргызстана на мемориале Дэшенкула-Шапокова белорусы завоевали серебро и две бронзы. На третью ступень пьедестала почета поднялся Владислав Смягликов. Еще одна бронза на счету Алины Вебер на турнире памяти заслуженного тренера Республики Молдова Петра Лущевского. Дмитрий Доронин. Гомельские дюдаисты вновь в топе на республиканских соревнованиях. Сборная нашего региона заняла второе место в общем зачете Олимпийских дней молодежи среди спортсменов 2003-2004 годов рождения. В личных состязаниях у представителей Гомельской области 12 наград, 4 из которых золотые. Победителями Олимпийских дней молодежи стали Андрей Шимбалев, Анна Буракова, Полина Слесаренко и Елизавета Карабут. Также в активе гомельчан 3 серебра и 5 бронзовых медалей. Олимпийские надежды гомельчанки вернулись с наградами с первенства Беларуси по художественной гимнастике. Состязания проходили в Минске. В копилке наших граций 6 медалей. 2 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовая. Дарья Стрелецова выиграла 2 золота в упражнении со скакалкой и в многоборье. И серебряную в упражнении с обручем. Кира Корнилова завоевала серебряную медаль в упражнениях с булавами и бронзовую многоборье. Гомельчанки стали вторыми в групповых упражнениях 5 лент и 5 обручей. Все спортсменки воспитанницы с дюшор номер 4. Борьба за финал 4 в Гомеле завершились поединки в одной из двух полуфинальных групп розыгрыша детско-юношеской гонбольной лиги Зуберкап в старшей возрастной группе. Игры проходили на паркете дворца игровых видов спорта. По итогам двух предварительных этапов в полуфинал попали 12 лучших команд в группе, которая играла в Гомеле. За две путевки в финал 4 боролись 6 дружин. Гомельскую область представляли хозяева. Гонболисты областного центра Олимпийского резерва по игровым видам спорта и воспитанники Рогачевской из дюшор номер 2. Противостояли им соперники из Минска, Солигорска, Могилева и Лепеля. Зуберкап это проект БГК имени Мешкова. Лига динамично развивается, собирая под свои знамена все больше юных гонболистов. Игры проходят с сентября по мае. Насыщенный календарь помогает гонболистам получить самую главную составляющую спортивного роста – игровую практику. Мы заявились в этом году двумя командами. Выступаем успешно вот этой командой третьего-четвертого года. Дошли до полуфинала. Я надеюсь, выйдем еще и в финал. Поэтому большой плюс вот таких вот соревнований. Из-за того, что мы мало выезжаем, а вот эти соревнования дают толчок детям. И они больше играют, больше, как бы, как вам сказать, нарабатывают свои эти навыки. Команда из Рогачева удачно выступила в полуфинале, уступив только признанным фаворитам группы Минскому Рцору и Гомельскому Цору. Рогачевские гонболисты заняли третье место и в мае поборются за места с пятого по восьмое. Компанию им там составят ребята из Лепеля. Первую строку ожидаемо в очном поединке разыграли минчане и гомельчане. Встреча завершилась в пользу столичных гонболистов. Своих соперников по финалу четырех дружины узнают в конце марта, когда пройдут соревнования во второй полуфинальной группе. Финал запланирован на май. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.